Лопух или репейник? Каковы лечебные свойства листьев, стеблей и корней лопуха? Как и где его можно собирать и как правильно хранить, чтобы не терялись лечебные его свойства? Как применять при болезнях суставов, кожи, при онкологии, кистых почек, при выпадении волос, перхоти и для профилактики? Как правильно делать напары, обертки, применять и хранить сок, сами листья и корни лопуха? А также вы узнаете иные интересные сведения о нем. Интересный факт. До начала 19 века лопух не числился среди представителей флоры Западной Европы. Семена лопуха были занесены на западноевропейский регион русской конницей после падения наполеоновской армии. До того лопух в Западной Европе не рос. А в Японии лопух культивируют как обычный овощ на грядках, выращивают массово на огородах. В этой стране он известен под названием гоба. И как вы думаете, просто так японцы его выращивают для вкуса? Нет, конечно. Они знают о его целебных свойствах, как знали когда-то и наши предки и применяли его всегда во все века. Народные названия лопуха большого – лопушник, репей, репейник, дедовник, собачник, задерка. Латинское наименование рода «Arctium» восходит к заимствованию из греческого языка и переводится как «медведь», что тоже говорит о русском исконном северном происхождении данного растения. Пчеловод о лопухе скажет, что это прекрасный медонос и будет прав. Кулинар скажет, что его можно добавлять в салаты, делать различные бульоны, напитки и тому подобное. Но самый полезный список возможного применения лопуха будет, конечно, у представителей народной традиционной медицины. И в этом списке появятся десятки болезней, при которых лопух улучшает состояние больных. Известней всех лопух большой или войлочный, ну а всего их 19 видов, относятся они по ботанической классификации к семейству астровых. Это двулетнее растение, самые полезные – это листья первого года жизни, а корни – начала второго. То есть после зимовки однолетних растений. Сок из листьев лопуха обладает мочегонными свойствами, противораковым действием, противоопухолевым и противогрибковыми эффектами. Лечат язвы, применяется при желчекаменной болезни, при камнеобразовании в почках. В травяных составах лопух назначают при хроническом ревматизме, заболеваниях кожи, различных экземах, при кожном зуде, при выпадении волос, как следствие сибории. В народной медицине отвар листьев лопуха пьют как чай при злокачественных опухолях, особенно почек. При кистах в почках, заболеваниях печени, применяют от нарывов, ран, бородавок. Многочисленные рецепты на основе лопуха были собраны и активно использовались известным советским травоведом из Иркутска Еленой Васильевной Лохе, которая внесла огромный вклад в систему исследований о лечебных свойствах этого растения. Ее труды в интернете вы найти сможете. Я же вам сейчас расскажу самые важные интересные сведения, главные рецепты, а в конце этого видео расскажу о волосах, перхоти и тому подобное. Итак, разберем некоторые применения лопуха. Его листья используются как компресс и для завертывания при ушибах, при подагре, болезнях в суставах, для обертывания, а также при кистозно-фиброзной мастопатии. Кстати, у меня есть видео и о других важных лекарственных и съедобных дикоросах. Крапиви, сныти, чистотели, мокрицы, тысячелестники, лобазники и многих других. Смотрите плейлист на моем данном канале под названием «Зелень, дикоросы, лечебные и съедобные растения». Листья заготавливаются как они только начинают расти, активно это июль-сентябрь. Корни заготавливают с октября, ну и соответственно до морозов, или ранней весной откапывают, примечая где они росли колышками или какими иными пометками. Важно учесть, чтобы при заготовке на листьях не было никаких повреждений, паутины, насекомых, слизней и тому подобное. Перед применением и хранением их надо хорошо промыть и высушить или протереть. Сочные молодые листья убирают отеки и воспаления в суставах. А вот как заготовить листья на весь год? Свежие листья можно свернуть в трубочку и заморозить. А когда вы их разморозите, когда они сами спокойно растают, уже в комнатной температуре, то они не потеряют свою эластичность. И вот их можно брать и обертывать те же суставы. Но я все же рекомендую применять вот этот гель для суставов, разработанный одной из лабораторий Новосибирского академгородка. Посмотрите непременно вот это видео, в котором вы все поймете. Этот гель вы сможете приобрести на нашем сайте надгар.ру, ссылка будет в описании. То есть вы можете применять как основу лопух, а утром и вечером вот этот гель. Но листья лопуха можно заготовить по-иному. Можно просто высушить листья, развесив их на чердаке или над печью в хорошо проветриваемом сухом помещении. Но помните, что после сушки они должны сохранить свой зеленый цвет. Тогда сушка была правильно, и потом просто замачивая в воде, они распрямятся, набухнут, и их можно будет использовать точно так же, как свежие. Конечно, удалив предварительно излишнюю влагу. И тогда можно использовать их для компрессов, обертываний и тому подобное. Ну а хранить сухие листья или корни нужно в хлопчатобумажных мешочках или в бумажных картоновых пакетах. Теперь я расскажу вам о самом полезном. Это сок из молодых листьев лопуха. Листья моются, просушиваются, чтобы на них не было воды, прокручиваются через мясорубку и отжимаются через марлю. Сок имеет темно-зеленый цвет, горький на вкус. Применять его надо пире в едой по одной столовой ложке три раза в день. Курс минимальный, месяц, можно больше. Кому будет противно, можно добавить немного меда. Конечно, лучше дикого меда. Помните, в меде много сахара. Ну, природной, натуральной фруктозы, однако, она все же вредна. И потому важно, чтобы мед содержал в себе максимум питательных веществ, как бы был концентратом, а не просто по названию. Помните, что лучший мед – это перезимовавший в ульях, тогда он полностью созревший, ферментированный и целебный. Я советую применять дикий мед из бортей, из колод. Ссылку на такой уникальный лечебный мед я дам вам в описании, тоже под этим видео. Итак, на одну столовую ложку свежевыжатого сока лопуха можно добавить одну чайную ложку дикого меда. Тогда вкус будет не такой противный. Можно развести его и в воде, или запить глотком двумя воды после. Применяется сок и для профилактики. В первую очередь, болезни почек. Самые полезные листья – майские. Ну, май-июнь, когда наивысшая сочность. А вот при пролежнях и ожогах и гайморите закапывают в ноздри, протирают участки кожи прямо соком. После мытья головы втирают в кожу для лучшего роста волос. И чтобы было меньше перхоти, только мыло используйте натуральное, не используйте химическое мыло, только на основе трав. Особенно полезное для кожи головы – это еловое и дегтярное мыло. Ссылки я дам вам, они тоже в описании будут. А хранить сок можно в холодильнике до трех дней, то есть не обязательно каждый день его прокручивать и отсыживать. А вот чтобы сохранить сок на весь год до следующего сезона, можно его залить в формочки, заморозить и таким образом хранить. После разморозки лишь 10-15-20% своих свойств он потеряет, не более. Раньше так хранили мы, например, сок из проростков пшеницы в таких маленьких пластиковых баночках, флакончиках. Но пока мы не перешли на высушенный, дегидрированный порошок, на прессованные таблетки из сока проростков пшеницы. Они тоже у нас есть и сейчас, как и хлорелла, как и спирулина, эти уникальные питательные водоросли. Внимание! Самая большая сила лопуха, как говорили травницы прошлого, в полнолунии в коридор затмения. До купалы. Это самые целебные свойства. Место сбора должно быть в старых заброшенных деревнях, подальше от дорог и подальше от городов. Заготовку на весь текущий год в идеале сделать именно в это время, когда сила самая большая. Конечно, лопух раньше помогал всегда и от геморроя, и в качестве профилактики. Кстати, мы заготавливаем и делаем порошок вакуумной сушки из листьев лопуха большого, с полной сохранностью его всех лечебных свойств. Это позволяет именно вакуумная, низкотемпературная сушка. А порошок аж не темно-зеленого, а такого светло-ярко-светло-зеленого цвета. Как и сами молодые листья лопуха. Купить порошок, листьев и стеблей лопуха вы можете, перейдя по ссылке под этим видео. Экологически чистое сырье, высушенное в вакуумных дегидраторах, то есть полной сохранностью всех лечебных питательных свойств. Ну а также другую нашу продукцию молекулярной вакуумной сушки, без потери питательных и лечебных свойств, а именно крапивы, сныти, лебеды и других трав, вы можете также на нашем сайте. Ссылку на данный раздел я оставлю вам в описании под этим видео. На первом месте будет купить порошок лопуха, на втором молекулярная сушка. А вот еще одно уникальное свойство уже корня лопуха. Его применение позволяет увеличить отложение, запасание гликогена в печени, то есть корни лопуха улучшают обмен глюкозы, то есть снижают нагрузку на поджелудочную железу, тем самым борются с сахарным диабетом, по крайней мере, второго типа. А когда же надо собирать корни лопуха? Ну, конечно, берется лопух первого года, как я уже говорил. Это осенью, соответственно, поздний или ранней весной второго года, до начала роста лопуха. Корни нужно очистить, нарезать дольками и высушить на печи или в дегидраторах. Можно, кстати, пить вместо кофе и цикория, ну вот как кофе. Такой напар дает энергию и силы. То есть эти сушеные дольки перемалываются в кофемолке и запариваются, ну, скажем, градусов 80 воды заливается в термос, потом процеживается и вот у вас готовый напиток. А вообще лечебный прием из корней лопуха при заболеваниях мочевыделительной системы, подагры и других болезней берется и делается так. Половину столовой ложки дробленого сухого корня лопуха заливают стаканом воды горячей градуса 80 в термос и напаривают 2 часа. Потом применяют по 100 мл небольшими глотками 2-3 раза в сутки. А при дерматозах, псориазе, нейродермитах, крапивнице, сибарии, вульгарных угрях рекомендуют следующий отвар. Берется 2 столовых ложки измельченного корня лопуха на 500 мл воды горячей градуса 80. Настаивается часа 2 в термосе и применяется по полстакана 4 раза в сутки перед каждым приемом пищи. Если вы едите 2-3 раза в день, то тогда применяется 1 раз до приема пищи, а второй раз через минут 40-50 после приема пищи. Ну и естественно вы спросите, а можно ли есть его, ну скажем добавляя в салаты, конечно, молодые и листики. То есть выпускающиеся стрелки, когда лист еще не развернулся, или черенки листьев очищаются от кожуры, и можно их резать, добавлять в салаты или есть. Это и улучшает пищеварение, улучшает работу симбиотической кишечной микрофлоры, это очень полезно и хорошая профилактика любых кишечных заболеваний. Ну а теперь, как я обещал в начале лекции, как лопух применяется при выпадении волос, перхоти и так далее. При перхоти выпадения волос моют голову дважды в неделю отваром корня лопуха и цветков календулы в соотношении 2 к 1. Горсть такой смеси сбора берется на литр воды, или можно использовать следующий отвар на литр воды. Смесь берется из корней лопуха, травы, вереска и крапивы, по 2 столовых ложки каждого из трех растений. Это все запаривается на час примерно при температуре 80-90 градусов. Можно также в эту смесь добавить 1 столовую ложку шишек хмеля, высушенных, конечно же. При перхоти применяется так. Корни лопуха помещаются в кастрюлю, заливаются водой и кипятятся на медленном огне при низкой температуре. Варить нужно, пока корни не станут очень мягкими. Затем процедить и охладить отвар. И уже этими растертыми в такую кашеобразную, сметанообразную консистенцию нужно брать и смазывать корни волос каждый день, легкими движениями втирая их в кожу. Есть еще один вариант. Настойка корня лопуха на водке. В пропорциях 1 к 10. То есть на 100 грамм сухих корней лопуха, измельченных, берется литр водки. Настаивается месяц в темном сухом месте. И вот этим настоем уже надо смазывать участки тела, например, пораженные круговой или гнездовой плешивостью, красными угрями, это воспаление сальных желез, и на других пораженных участках кожи. Для укрепления корней волос также используют следующий отвар. Берется 2 столовые ложки корней лопуха, заливают 200 мл кипятка, ну или скажем градусов 80-90, выдержать в термосе часа 2 и остывший отвар процедить и втирать в кожу головы и корни волос после мытья с шампунем, конечно, с органическим шампунем, не химическим. Еще раз советую вам открыть для себя просто иной тип шампуней и мыл. У нас их около 40 видов. В них входят только натуральные масла и эфиры, и основу мы не покупаем где-то, как другие делают на глицерине там и так далее, а делаем сами. Это очень сложный технологический процесс, когда мыло от самого начала до самого конца делается полностью натурально из естественного природного сырья. И после этого мыла уже просто, ну почти невозможно перейти на прежнее химическое. Я советую вам попробовать ощутить иные эффекты. А при жирной коже можно рекомендовать настой из одной столовой ложки свежей, измельченных корней лопуха и 200 мл горячей воды. Настой держится в термосе около часа, затем процеживается, а потом, после процеживания, чистую ткань или марлю надо смочить в этом настое и накладывать на предварительно очищенную кожу лица или головы на 10 минут. При угрях, кстати, помогает следующий отвар. Надо приготовить смесь из корней лопуха и травы зверобоя. Сырья берется по одной столовой ложке. Сбор надо залить 200 мл горячей воды градусов 80-90 и поместить в термос на часа полтора-два или греть на водяной бане около часа. Отвар охладить, процедить и протирать им кожу, прожженную угревыми высыпаниями. Ну вот, пожалуй, и все, дорогие товарищи, на сегодня достаточно. Ешьте обязательно молодые стебли лопуха, предварительно очищенные, применяйте их в салатах, заготавливайте листья и корни, либо покупайте порошок из листьев лопуха у нас. Для кого-то это будет просто гораздо проще, удобнее и в любое время года, как говорится. Кто-то сэкономит свои деньги, средства и сделает все сам, а кто-то сэкономит свое время и купит уже все готовое, сделанное профессионально, самого высокого качества, без потерь природных, питательных и лечебных свойств. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.